Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Умная энергетика. Готовится к запуску самая современная подстанция «Пионерская», которая обеспечит электричеством село Витязева. Танцующие на Пионерском проспекте и на главной курортной магистрали появятся необычные световые инсталляции. Поэзия камня. Новая книга анапского поэта и прозаика Сергея Лёвина будет представлена публике в это воскресенье. Самовольный захват муниципальной земли на Бугасской косе уже был предметом судебного разбирательства. Администрация выиграла суд, но решение о сносе не исполнено. Глава курорта сегодня вызвал на место конфликта полицию службу судебных приставов, призванную контролировать исполнительное производство. Сергеев требует результат. Беспрепятственный доступ к пляжу. Они называют себя водопользователями. Подписали договор с Кубанским бассейном и водным управлением, ибо этим предлогом организовали платный въезд на пляж. В прошлом году администрация города через суд потребовала снести все незаконные заграждения и постройки. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, но результата не добились. На пороге нового сезона самовольщики вновь материализовались. Накануне глава Анапы побывал здесь главным судебным приставом Краснодарского края. Руководитель краевого ведомства взял ситуацию на личный контроль. Сегодня Сергей Сергеев еще раз выехал на Бугасскую косу и потребовал обеспечить людям беспрепятственный доступ к морю. Здесь должен стоять пост санитарного контроля, который должен фиксировать наш пост, организовать бесплатный проезд, это раз, фиксировать все транспортные средства, которые сюда заходят, и раз в сутки проверять санитарное состояние. Убирать с проезда загрязительные элементы пришлось буквально вручную. Местные водопользователи упорно отказывались понимать. В ближайшее время им светит уголовное дело. Прибывшим на место Анапским приставом Сергеев напомнил, он ждет результата их работы. На каком основании они перекрывают проезд? Расскажите мне. Ну так разберите. Сторожа сегодня расчистили территорию самостоятельно. Путь к морю свободен. Временно здесь установлен пост муниципального контроля. В понедельник приставы намерены довести до логического конца начатое и снести все незаконные строения. Подготовка к курортному сезону не сбавляет темпы. Все коммунальные службы города задействованы в благоустроительных работах. Главная задача – навести и потом поддерживать чистоту и порядок в Анапе. На Анапском шоссе сотрудники Ремстроя приступили к монтажу тротуарной плитки. Этот 30-метровый участок давно требовал замены. Рабочим предстоит поднять старое полотно, сделать отсыпку и расширить проход. Как и все современные тротуары в Анапе, часть его также будет оборудована пандусом для удобства людей с ограниченными возможностями. А на Пионерском проспекте рабочие приступили к покраске электростолбов. В течение нескольких дней сотрудникам Ремстроя предстоит покрасить более сотни опор по всей главной улице города. Вместе с новой велосипедной дорожкой территория становится под стать спортивному объекту – красивой и ухоженной. Очень даже хорошо. Мне нравится. Такая чистота, порядок. Чувствуется, что люди готовятся к открытию сезона. Поэтому отлично все. Все чаще на велодорожке можно увидеть семейных велосипедистов. Их характеристика – папа-мама-я, спортивная семья – здесь самый актуальный пример. Удобно с ребенком ездить, потому что не приходится ему говорить через каждые два метра «Постой, постой, объедь того, объедь этого». Он спокойно едет прямо. И не нужно за ним следить. Можно спокойно ехать сзади. Но, пожалуй, самым главным украшением Пионерского проспекта станут цветовые инсталляции. 30 танцующих пар, сделанных из неоновых трубок, осветят территорию проспекта от реки Анапки до Дельфинария. Пока установлено всего 20 конструкций. Но, как говорят специалисты, эллиминация полностью будет запущена до начала курортного сезона. Анапа была признана курортом, наиболее активно развивающим инфраструктурные объекты. Это и новый коллектор на Пионерском проспекте, и водовод, и многое-многое другое. Работа в этом направлении продолжается. Энергетики планируют сдать подстанцию Пионерская в июле текущего года. Об этом рассказали в юго-западном филиале Кубани-Нерго. Только в данный объект компания вложила более 400 миллионов рублей. Наши корреспонденты одними из первых увидели сердце и мозги обновленной подстанции, а также узнали о ее возможностях. Раньше были масляные выключатели, которые после повреждения, у него был выброс масла. И для того, чтобы его просто включить, надо было обязательно вызывать бригаду, которая доливала туда масло. Это вакуумные выключатели, никакого масла, экологически чистые. Все, вот это важно. То есть сокращается время возобновления подачи? Конечно, намного. А намного это сколько? В разы. Надежность инженерной системы оценивается не только запасом прочности, но и тем, насколько оперативно можно будет ликвидировать неисправности, если она возникнет. Целое здание с современными приборами. Каждый такой шкаф отвечает за отдельную линию, которая ведет к определенной группе потребителей. На втором этаже мозг системы. Каждый кабель идет к своему датчику. Автоматика анализирует информацию и управляет работой агрегатов. Сердце – два новых трансформатора. Их суммарная мощность больше, чем того, что работает сейчас, примерно в два с половиной раза. Строительство идет параллельно. Подстанция Пионерская питает Витязева. Действующих мощностей уже не хватает. Объект, общей стоимостью более 400 миллионов рублей, планируется сдать в середине июля, как раз к самому разгару курортного сезона. Для того, чтобы обеспечить напряжением эту подстанцию, сейчас производятся работы по реконструкции подстанции ЖМТ с установкой двух ячеек, оборудованные газовыми выключателями. Для чего это делается? Сейчас с подстанцией ЖМТ суда тянется кабельная линия 110 кВт. Да, то есть, сами поймете, мы увеличиваем надежность всего этого района. В том числе, этот центр питания, подстанция Пионерская, не только на Витязева, а дальше идет и аэропорт, и Джигинская, то есть в ту сторону. В этих бухтах более 5 километров кабеля его проложат до ЖМТ. Энергетики поясняют, если систему менять, то желательно всю. Годом раньше увеличили мощность в ЖМТ, Анапской, как говорят специалисты, центрах питания. Общая сумма инвестиций – более полутора миллиардов рублей. Со своей стороны, независимая энергосбытовая компания НЭСК в 2016 году провела ремонт более чем на 10 узловых объектах, построили 10 трансформаторных подстанций и проложили 16 километров новых сетей – воздушных и кабельных, вложив в свою инфраструктуру более чем 90 миллионов рублей. Я хочу поблагодарить руководителей этих предприятий за понимание и вложение средств согласно инвестиционных программ и четко, еще раз хочу сказать, понимание проблемы, которые у нас существуют. Когда будут исчерпаны обновленные мощности, сказать сложно. В настоящий момент в том же Витязево фиксируется ежегодный прирост потребления на 10%. Таким образом, новых трансформаторов теоретически должно хватить лет на 10, а то и больше. В целом, все будет зависеть от интенсивности развития города-курорта. Сейчас энергетики думают над следующим шагом. О конкретных планах говорить пока рано, но определенное видение ситуации есть. В Анапе пройдут акции, приуроченные к Международному дню памяти жертв СПИДа. Бесплатное тестирование на ВИЧ предлагают пройти всем желающим врачи города-курорта. Акция, приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа, будет действовать до 21 мая. Городская поликлиника приглашает всех анапчан бесплатно проверить свой ВИЧ-статус и получить консультацию специалистам. Обращаться в Анапе по адресу улица Крепостная, 85, кабинет 106, отделение профилактики. Кроме того, сдать бесплатно кровь на ВИЧ можно в любой амбулатории по месту жительства. При себе иметь паспорт и полис. Телефон горячей линии Краснодарского края в будние дни с 9 утра до 15.00 по телефону 8 861 255 8090. Совсем недавно в Краснодарском издательстве увидела свет новая книга анапского писателя Сергея Левина «Камень». Это четвертая по счету книга стихов, только в этот раз работа над ней длилась почти 8 лет. Первое стихотворение в этой книге было написано в 2009 году. Это очень оригинальное и интересное издание. Над иллюстрациями трудились анапский фотохудожник Ирина Серова и художник-дизайнер Илья Копанев. В книге пять тематических разделов и каждый не похож на предыдущий. Один из разделов – киностихи. Эта поэзия посвящена киногероям, а есть раздел, посвященный любимому городу. Впрочем, все секреты будут раскрыты на презентации. В это воскресенье, 21 мая, в 15.00 в Каминном зале Центра культуры Родина состоится презентация моей новой книги стихов. Я буду рад видеть всех, кто ценит мое творчество, кто интересуется современной русской поэзией. Всех, кто просто захочет провести время интересно, увлекательно и, надеюсь, с большим чувством иронии, которая свойственна моему творчеству в целом. Лето не за горами. Все предприятия курортной отрасли в преддверии высокого сезона готовятся к приему гостей. Идут ремонтные работы, набор персонала, благоустройство прилегающих территорий. Но, как известно, в важном деле мелочей не бывает. И нужно также подумать и об оснащении гостиниц, санаториев, точек общепита средствами для поддержания чистоты. Все для уюта и наведения порядка в доме, гостинице или кафе можно найти в магазине Майдадыр. Хорошо знакомый анапчанам магазин Майдадыр предлагает огромный выбор бытовой химии и хозяйственных товаров. Причем, что немаловажно, продажа осуществляется по наличному и безналичному расчету. С 2004 года наш склад оптово-ровенничной торговли Майдадыр работает с предприятиями санаторно-курортного комплекса. Мы осуществляем поставки профессиональных моющих, чистящих средств. Ассортимент также предлагаем и для небольших магазинов. Мы предлагаем более 8 тысяч номинований продукции. Заключаем договора с магазинами и с предприятиями санаторно-курортного комплекса. В магазине Майдадыр широкий ассортимент специальной профессиональной химии, моющих и дезинфицирующих средств для предприятий пищевой отрасли и санаторно-курортного комплекса фирмы «Флореаль». Качество продукции которой не уступает импортным производителям, а стоимость существенно ниже зарубежных аналогов. Это Иропин К2Н – концентрированное моющее средство для природных отделочных материалов, которые борются с загрязнениями после ремонта, пятнами шпатлевки, цемента, а также известковым налетом. Средство Рапин ВЩ – щелочное средство для очистки оборудования, эффективное в устранении всевозможных жировых загрязнений и копоти. А также жидкое мыло Флоресана Сенсация, Марк Плюс для очистки ковров и одежды – концентрированное средство для дезинфекции первохлор. Пользуется большим спросом и моющее средство для грилей и печей «Антипригар», устраняющее высокожирное загрязнение. Эффективное моющее средство «Антипригар» в 2-3 раза дешевле импортных аналогов, а по качеству не уступающее. Также в магазине «Мой Дадыр» можно найти и много мелочей, без которых не обойтись в быту. Стиральные порошки, мыло, а также товары, которые делают жизнь приятнее и краше. Средства по уходу за волосами и кожей, краски для волос отечественных и импортных производителей. Причем все продажи осуществляются как оптом, так и в розницу. В «Мой Дадыре» действует необычная акция – скидка за улыбку. Если при оплате вы скажете кассиру фразу «знаменитый Мой Дадыр» и улыбнетесь, то получите скидку 7%. Акция действует постоянно и для всех покупателей. Важная информация – магазин «Мой Дадыр» временно поменял адрес и теперь находится на Астраханской, 71. Время работы с 9 до 18 часов без перерыва. Выходное – воскресенье. Телефон для информации – 8-988-33-61-481. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok